Поскольку это первый визит на Брестскую землю словацкого дипломата, Анатолий Лис, как гостеприимный хозяин, провел небольшую, но достаточно глубокую устную экскурсию по Брещене. Но, конечно, главный акцент был поставлен на взаимоотношениях области со Словакией. Важно, чтобы эта европейская страна стала сильным бизнес-партнером для Полесского края. Цифры говорят, что на данном этапе еще не все возможности использованы. За 2015 год внешний торговый оборот между Брестской областью и Словакией составил лишь около 5 миллионов долларов. Сальдо сложилось отрицательное. Экспорт еще меньше составил, всего полтора миллиона долларов. Импорт – 3,3 миллиона долларов. Ассортимент экспортной продукции включает основы матрасная, фанеру клееную, плиты древесно-стружечные, несгораемые шкафы, сейфы, лесоматериалы. Ну вот, что мы поставляем вам. Основные импортные позиции, что получаем от Словакии – это кукуруза, семена кукурузы, трикотажные полотна, пищевые продукты, стеганные текстильные материалы, изделия из черных металлов, карбиды, лекарственные средства. Номенклатура не очень большая, но, в принципе, можно и с этой номенклатурой, я считаю, работать более эффективно. Согласен с главой Брестского региона и чрезвычайно полномочный посол Словакии Йозеф Мигаш. Необходимость более плотного экономического сотрудничества между регионами созрела давно, а потому не следует ходить вокруг да около. Надо пробовать, надо работать. Тем более, что точек соприкосновения достаточно много – сельское хозяйство, логистика, машиностроение. Пять миллионов, конечно, это ничтожная цифра. Это не то, потому что возможности и Словакии, как страны развитые, и такое сильное и ключевое, что касается центрального пространства, центрального и восточного пространства Евросоюза. Она имеет свой вес, свое положение. Не говоря о том, и мы часто об этом забываем, что и Словакия, и Белоруссия – это славянские страны. Это по истории, по духу. Надо нашим и машиностроительным фирмам, и энергетическим фирмам, и машиностроении, что касается транспорта, дерево обрабатывающей промышленности, потому что есть разработки, есть новая технология. Йозеф Мигаш подчеркнул, что прежде чем приехать на Брещен, он изучил все преимущества и возможности края. Одно из направлений, куда словацкие бизнесмены готовы инвестировать – глубокая обработка древесины твердых сортов, таких как ясенедуб. Высокопоставленный дипломат предложил построить в регионе новое, либо создать на существующих площадях совместное предприятие по переработке. И эта современная производственная линия предполагает безотходное производство. Наши ребята, законы общества, пришли с предложением. У нас здесь нового. Мы разработали лейзеровую линию. Обработка твердого дерева на основе лейзера. Она полноавтоматизированная линия. И если нам удастся такое совместное предприятие, это может быть как типологический проект, это раз. Это может быть как образцовый проект, это два. И он как метастаза будет потом по всей стране и по остальным, например, странах Евроазийского союза. Это может быть совместное предприятие. Конечно, надо использовать при совместных предприятиях и тот ум и ног, который есть у вас, и те мощности. И, конечно, то, что должны быть привлечены из нашей стороны, и особенно технологии, особенно финансы. В Словакии страна, с которой белорусский народ всегда связывали не только экономические, но и дружественные отношения, а еще несомненным остается тот факт, что у наших народов много общего в духовном плане. Потому на встрече двух высокопоставленных чиновников были обсуждены вопросы культурного и социального партнерства. Разговор состоялся важный и актуальный для обеих сторон. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь, а посему, это вывод всех участников встречи в областполкоме, необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс.